Добрый день, ребята! Сегодня у нас пришло время второго урока по геометрии. Тема этого урока – это применение движений для решения задач ОГЭ. Буду опираться на те пять заданий, которые мы с вами записали на первом занятии, и расширю спектр решений задач по геометрии. Нумерация будет сегодня сначала. Итак, первая задача такая. Пусть у нас задан параллелограмм. А, Б, С, Д. Провели бисектрису угла Б. Вот я рисую так. Пусть будет БК. По условию известно, что этот отрезок 3, а этот отрезок равен 7. Надо найти периметр этого параллелограмма. Самое интересное, что эта задача участвует как в задаче номер 18, то есть та задача, которая не проверяется экспертами, проверяется машинами, так встречается и в задании номер 24. Причем, интересно, разболовка. В этой задаче ставится 1 балл, а здесь ставится целых 2 за эту же задачу. Как мы будем решать задачу? Посмотрите на первую ситуацию. Если у меня есть бисектриса, которая проведена между двумя параллельными прямыми, то, объясняя на первом уроке, я получаю, что угол 1 и 2 равны по условию, угол 1 и 3 будут равны как внутренний накрест лежащий, и тогда треугольник АВК будет равнобедренным. Вот я отмечаю, что это будет равнобедренным треугольником, и этот отрезок АВ будет равен 3. Тогда, соответственно, СД тоже равно 3, АД 10 и ВС 10. Чем я пользуюсь? Заодно я напоминаю вам свойства параллелограмма, что у параллелограмма, противоположные стороны равны, и таким образом тогда ответ к задаче. Я напомню, что нам по условию нужно найти периметр задачи, а периметр – это сумма длин сторон фигуры, тогда 10 плюс 10 – 20, и плюс 6 мы получаем 26. 26. Рассмотрим задачу, опять же, опираясь на третье утверждение. Параллелограмм. Вот вы видите, я как бы обращаюсь к одному и тому же. Вот у меня есть две диагонали. Единственное, что нужно в этих задачах – узнавать предыдущую ситуацию. Есть точки О, это точка перечения диагонали. Через эту точку провели прямую, которая пересекает А, Б и Ц, Д в точках М и Н. Это задача номер 25. Многие ученики, вот в том году я проверял экзамен ОГЭ, и многие даже не приступали к этим задачам, несмотря на сравнительную простоту этих задач. За нее ставится 2 балла при правильном решении. Нужно было в этой задании доказать, что отрезок АМ равен отрезку ЦН. Это, по сути дела, задача номер 3 базовая. Единственное, нужно, смотрите, что. По свойству параллелограмма АО равно ЦО. Дальше угол, вот такие уголки, которые я нарисовал, будут равны как вертикальные. А вот этот угол и вот этот равны как внутренние, накрест лежащие. Чтобы они отличались друг от друга, отмечу двумя черточками. Ну и тогда мы получаем, что треугольник АОМ и треугольник ЦОН будут равны по стороне и двум прилежащим углам. И это все время повторяется в задаче номер 3. А раз треугольники равны, то красные отрезочки равны, что и требуется доказать. Согласитесь, что эта задача, ну, просто утешительная на 2 балла. Вы ее одну решаете и уже обеспечиваете себе положительный результат. У вас будет засчитана геометрия. Следующая задача. Хочется показать вам более трудные задачи, чтобы вдруг вам такие встретятся на экзамене. Итак, дана трапеция. Это задача номер 26. Ну, как трудные. Я сейчас попробую разложить вам эту задачу по полочкам, и тогда у нас сразу станет. Потому что 26-ю задачу многие ученики просто не начинают решать, потому что они пробовали или им кто-то сказал, что эту задачу решить нереально. Ну, вот, такой испорченный телефон. Смотрите, у меня есть трапеция. Значит, я опять попадаю в ситуацию задачи номер 3. У меня есть две параллельные прямые и середина отрезка точка M. И при этом еще сказано, и при этом еще сказано, что DM является биссектрисой угла B. По условию задано основание 4, боковая сторона 13, AB равно 12. не пишу на чертеже, чтобы не путаться с буквами. И нам надо найти площадь трапеции АБЦД. Даже опытный ученик, тот, кто хорошо обучается, для него эта задача не является, на мой взгляд, простой. Что я буду делать? Я буду использовать, как вы видите, задачу номер 3, а именно биссектрису, которая проходит через середину стороны, я бы ее продлеваю. И продлеваю B, C, которая параллельна. Тогда смотрите сразу, сколько задач я буду применять из базы. DM биссектриса. Ну, как вы видите, по первой задаче, если AC биссектриса, угла между двумя параллельными прямыми секущими, то тогда CD равно CK. Ну и раз это 13, это 13, то тогда я получаю, что KB 9. И опять возвращаюсь к задаче номер 3. Но если эти два треугольника, я в предыдущей задаче доказывал, что они равны, тогда AD тоже 9. Тогда посмотрите, что у нас получается. Теперь я сделаю отдельно выносной рисунок. Ну, мне кажется, вот так по частям, когда я вам разбил, каждый элемент, наверное, большинству из вас был понятен. Теперь я напишу, что у меня стало известно. Вот элементы, которые в этой трапеции известны. То есть у вас стало известно все четыре стороны этой трапеции. Какой прием обычно, вот лично я применяю при решении задачи нахождения площади трапеции по четырем сторонам. Как видите, тут известно четыре стороны. Возьмем, проведем стандартное дополнительное построение, которое опирается на пять. То есть проведу параллельный перенос. То есть я А, Б перенес параллельно вот эту красную линию параллельно А, Б. То есть применил параллельный перенос. Ну, тогда здесь, как вы видите, 12 у параллелограмма противоположные стороны равны. А вот этот отрезок, если это 4, все 9, то вот этот отрезок равен 5. Теперь смотрим на треугольник. Вот видите, вот у меня есть треугольник, которым известны три стороны. Ну, рекомендую вам повторить формулу, которая называется формула Герона. По трем сторонам вы находите площадь этого треугольника. Как вы видите, есть два красных отрезочка, один белый, я нахожу площадь этого треугольника. А зная площадь треугольника и сторону. Я могу найти высоту. Если я эту высоту обозначу через H, то H будет равно 2S делить на 5. Ну, оставляю вам для самостоятельного решения найти площадь этого треугольника по формуле Герона из-за нехватки времени, чтобы вы это сделали самостоятельно. И попробую успеть еще рассказать одну задачу. Классическая задача тоже из серии задачи 26. Задача 26. 26. Она бывает в 25. В 25-й, если задачу формулируют нужно доказать, то она будет задача под номером 25. Ну, давайте мы будем ее формулировать в виде того, что нужно доказать. Соединим. Смотрите, опять участвует вот эта знаменитая точка M, которую чаще всего я использую, опираясь на базовую задачу номер 3. оказывается, что если точку M соединить с точкой A и B, то площадь вот этого треугольника, вот красного треугольника, будет равна половине площади трапеции. Как я это буду доказывать? Смотрите, быстро и легко. Значит, через точку M, опираясь на третью задание, и пятая, применю параллельный перенос и проведу красный отрезочек, который будет равен отрезку вот так, K M будет равен AB. Теперь в одной из задач я вам доказал подробно, что вот такие два треугольника равны. А теперь представьте себе, что я сделал. я трапеции вот так по красной линии отрезал треугольничек и приложил его вот сюда. То есть площадь параллелограмма и площадь трапеции будет одинакова. одинаково. И последний штрих, например, чтобы это выделить, через точку M проведу вот так, прямую, параллельную B, K и AR. Тогда смотрите, что получается. Значит, я уже упоминал вам, что вот этот треугольник и вот этот треугольник равны, а значит они будут равновеликими. Вот эти два треугольника также будут равны, а значит они будут равновеликими. Таким образом, если посмотреть внимательно на рисуночек, то площадь красного треугольника это половина площади параллелограмма, а значит и половина площади трапеции. Ну вот на этом мы заканчиваем. Ссылки опять на решу ЕГЭ, решу ОГЭ. Я надеюсь, что вы теперь приобретете больше уверенность при решении геометрических задач, потому что геометрия почему-то всегда вызывает большие трудности. Я желаю вам успеха, хорошей сдачи к экзамену. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Начинаем наш урок русского языка. Сегодня он посвящен теме написания не с разными частями речи. Как вы думаете, сложна ли эта орфограмма? Конечно, она считается одной из самых сложных. Более того, она одна из самых частотных. Какое бы упражнение вы ни начинали делать письменное, вы хоть одно слово с этой орфограммой вам да и встретится. Поэтому вы понимаете, как важно сегодня вспомнить основные правила, связанные с написанием не со словами. Мы сегодня попробуем в некоторой обобщенной форме вспомнить правила, касающиеся разных частей речи. И я надеюсь, что к концу нашего занятия вы будете знать чуть-чуть больше, чем знали до него. Итак, обратите внимание на слайд. Перед вами пять слов. Невежа, неволить, невтерпёж, негодующая, недоумевая. Пока вы думаете, что между этими словами общего, я хочу обратить ваше внимание, что все эти слова разных частей речи. Невежа – это имя существительное, неволить – глагол, невтерпёж на речи, негодующие – причастие и недоумевая деепричастие. Так чем же они схожи? Тем, что все они пишутся сне слитно. По одному и тому же правилу, по первому правилу, самому лёгкому, слово не употребляется без «не». В том случае, если слово без «не» не употребляется, мы его пишем слитно. Я думаю, здесь сложностей быть не должно. Смотрим на следующий слайд. Не друг, а враг. Не весёлый, а грустный. Не быстро, а медленно. Я надеюсь, вы тоже все прекрасно вспомнили. Здесь перед нами противопоставление с союзом «а». И в этом случае мы, конечно же, должны написать не со словом «раздельно». Обратите внимание на вот это предложение. Немногие присутствующие поддержали докладчика. Вот представьте себе, выступает докладчик и надеется, что его поддержит большинство зрителей в зале. А его поддержали не многие, как он рассчитывал, а лишь некоторые. В данном случае мы имеем с вами речь, ребята, с так называемым скрытым противопоставлением. То есть оно прямо не выражено, оно подразумевается. Обычно распознать скрытое противопоставление можно только в контексте с другими предложениями. Так вот, наша вторая часть нашего правила будет звучать так. Если есть противопоставление с союзом «а», причем как явное, так и скрытое, то «не» со словом пишется раздельно в этом случае. Говоря о противопоставлении, не могу не обратить ваше внимание на сочетание подобного рода. Река неглубокая, но холодная. Неточное, но самостоятельное решение задачи, говорил негромко, но выразительно. Многие ученики ошибочно путают их тоже с противопоставлением. Но, тем не менее, давайте вдумаемся в смысл. Если союз «а» противопоставляет два признака друг к другу, то здесь речь идет о двух совместно, параллельно существующих признаках. То есть, река может быть одновременно и глубокой, и холодной. Это не исключает, не глубокой, извините, и холодной союз, но не исключает эти два признака, они взаимоисключают. Решение задачи может быть и неточным, и самостоятельным. То есть, здесь мы с вами видим два параллельно существующих признака. То же самое я говорил негромко, но выразительно. Одновременно можно говорить и негромко, и выразительно. Поэтому давайте запомним, что при союзе «но» противопоставления не бывает, и эти выражения не будем путать с выражениями союзом «а». Я отвечал далеко не идеально. Рассказ вовсе не интересный, это было ничуть не трудно, никому не известная тропинка. Здесь мы написали не со словами раздельно, со словами тоже разных частей речи. Почему? Потому что есть выражение далеко не, вовсе не, ничуть не, нисколько не. Эти выражения усиливают отрицание, их называют усиливающее отрицание. И если они есть в словосочетании и в предложении, то не со словом мы пишем в этом случае раздельно. Это тоже мы запомнили, и, конечно, этого тоже уже знали. Если же, ребята, в словах нет противопоставления, нет выражения далеко не, вовсе не, ничуть не, нисколько не, и нет, если это слово употребляется без не, в таком случае необходимо определить часть речи, потому что теперь дело будет касаться уже разных частей речи. С глаголами, идеей, причастиями не пишется всегда раздельно. Это несложно запомнить, это мы запомнили и пишем правильно. Теперь обратимся к другим частям речи. Невежливый, неправда, невысок, неинтересный, негодующий. Перед нами имена существительные, имена прилагательные и наречия на о, е. С этими словами, со словами этих частей речи не пишется слитно в том случае, если образуется новое слово. Как проверить себя, что образовалось новое слово? Вы можете себя проверить таким способом. Это слово можно изменить синонимом, то есть близким по значению словом, или подставить слово очень. Давайте проверим. Невежливое имя прилагательное можно заменить другим прилагательным, грубый, например. Неправда, имя существительное можно заменить другим существительным ложь. Невысок, краткое прилагательное, можно заменить синонимом низок, а можно также и подставить слово очень, очень невысок. То же самое, неинтересно, скучно или очень неинтересно, И негодующе. Можно подставить слово «очень», например, «очень негодующе» или «зволнованно». Таким образом, запоминаем, если прилагательные полные краткая форма, существительные, и наречие на «ое» образует новое слово, то они с ней пишутся слитно. Здесь хочу обратить ваше внимание на краткие прилагательные, особые формы кратких прилагательных, которые не имеют полной формы. Или же в полной форме их значение совершенно другое. Вот с такими краткими прилагательными не пишется раздельно. Посмотрите на слайд. Не готов, не должен, не намерен, не рад, не расположен. Краткие формы прилагательных, которые не имеют полной формы. Или они могут иметь полную форму, но с другим совершенно значением. В таких случаях мы пишем не с этим словом раздельно. Обратимся теперь к причастиям. Незаселенные районы. Это причастие пишем с ней слитно. Но незаселенный долгое время район здесь уже пишем раздельно, потому что появились зависимые слова «долгое время». Также запоминаем причастие с зависимым словом, пишем раздельно. Также я хочу обратить ваше внимание на слова, которые заканчиваются на «мы», например, «невидимый». Это слово может быть как причастием, так и прилагательным. Почему нам важно это знать? Потому что они по-разному будут писаться с «не». Невидимые простым глазом объекты перед нами причастие и пишется раздельно. Почему это причастие? Потому что у любого страдательного причастия может быть или подразумеваться зависимое слово в форме творительного падежа «кем», «чем». Невидимые «кем», «чем» тут уже есть ответ простым глазом. Перед нами причастие пишется раздельно, потому что есть зависимое слово. А вот невидимые миру слезы – это глагольное прилагательное. И несмотря на то, что у него тоже есть зависимое слово «миру», но оно стоит не в творительном падеже и поэтому пишется слитно. Еще раз запоминаем, слова «намый» пишутся слитно в том случае, если у них есть зависимое слово в форме творительного падежа. В остальных случаях они пишутся слитно с «не». Обратите внимание, перед вами краткие причастия. Краткие причастия – вещи не уложены, вещи еще не уложены, вещи не уложены с вечера, вещи не уложены нами, вещи вовсе не уложены. Разные формы здесь есть – одиночное причастие, и причастие с зависимыми словами, и с сочетанием «вовсе не» во всех этих случаях мы пишем раздельно, потому что это краткое причастие. Запомните, с кратким причастием пишем не раздельно. Осталось рассмотреть еще несколько частей речи, которые мы сможем увидеть вот на этой таблице. С числительными «не» пишется раздельно, например, «не второй». Со словами в форме сравнительной степени пишется раздельно, например, «не выше». Со всеми словами, которые пишутся через дефис, не так же пишутся раздельно, например, не по-товарищески. С местоимениями не так же пишутся раздельно, за исключением отрицательных и неопределенных местоимений, некто, некоторых и подобных им. И со служебными частями речи не тоже пишутся раздельно, например, не только, только это частица, за исключением производных предлогов, несмотря на, невзирая на которые пишутся слитно. А сейчас, ребята, мы можем с вами потренироваться и посмотреть, насколько хорошо вы поняли тему. Итак, укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Далеко неудачливый. Частица «не» с именем прилагательным пишется раздельно, так как имеется сочетание «далеко не». Согласны вы с этим высказыванием? Да, согласны. Это утверждение верное. Не мешая. Частица «не» с «дейпричастием» пишется раздельно. Тоже все правильно. Неуверенность. Имя существительное пишется с «не» слитно, так как «не» употребляется без «не». Конечно же, это существительное употребляется без «не» и пишется слитно не поэтому, а потому что мы можем подобрать синоним. Не желая. Частица «не» с глаголом пишется раздельно. Частица «не», конечно, с глаголом пишется раздельно, но в данном случае перед нами желая «дейпричастием», поэтому утверждение ошибочное. Не пятый. Частица «не» с порядковым числительным пишется раздельно. Это тоже правильно. Проверим себя еще раз. Не сделана работа. Частица «не» с «дейпричастием» пишется раздельно. Конечно же, это не дейпричастие, это краткое причастие. Не друг, а враг. Частица не с именем существительным пишется раздельно, так как имеется противопоставление. Конечно, оно здесь имеется с союзом а. Несмотря под ноги. Не с дейпричастием, употребляющимся без зне, пишется раздельно. Это правильное высказывание. Некрасивый не с прилагательными пишется слитно, если можно подобрать синоним без зне. Можно подобрать синоним, соответственно, это верное высказывание. Не сказав частица «не» с кратким страдательным причастием прошедшего времени, пишется раздельно неправильно, потому что сказав это «дея причастия». То есть здесь первое и последнее объяснение следовало бы поменять местами, тогда бы у нас все утверждения были правильные. Я думаю, ребята, что такая сложная тема, как написание «не» с разными частями речи, нами была сегодня разобрана. Я надеюсь, что вам было понятно то, о чем мы говорили. Закрепить свои знания вы можете с помощью выполнения домашнего задания. Выберите, пожалуйста, задание, выберите ваш учебник, по которому вы занимаетесь. Если же по каким-то причинам вы не можете выполнить задание по учебнику, вы можете найти стихотворение Эдуарда Осадова «Россия начиналась не с меча» и выписать слова с изучаемой орфограммой и объяснить их в правописании. А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мои любимые девятиклассники. Встречаемся уже в третий раз и продолжаем изучать тему металла. Вы уже, наверное, заметили, что каждый наш урок начинается с девиза. И вот сегодня у нас будет необычный девиз. Девиз, слова к нашему уроку сказал величайший ученый. И если вы посмотрите на портрет этого ученого, вы наверняка его не узнаете, потому что в ваших кабинетах и вообще вы привыкли видеть этого человека седым, в преклонном возрасте, уже с наградами. А это величайший ученый Дмитрий Иванович Менделеев. И осенью этого года у нас в Симферополе будет большое событие. 165 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев был в нашем городе и начал свою педагогическую деятельность. И вот он сказал такие прекрасные строки. Путь к развитию и в конечном итоге к счастью человека лежит через его труд. Я вам желаю тоже достичь больших успехов, точно таких же, как добился в свое время Дмитрий Иванович Менделеев. Ну а наш урок сегодня посвящен соединениям металлов. Вы помните, еще с восьмого класса, что основными соединениями являются оксиды, гидроксиды и соли. Их общие формулы. Металл, металл О, металл О, металл О, металл КО. Мы с вами уже в течение двух уроков изучаем шесть металлов. Натрий, калий, магний, кальций, алюминий и железо. И вот сегодня мы попробуем разобраться с их соединениями. Первый вертикальный ряд, первая колонка – это оксиды, которые образуют данные элементы, данные металлы. Оксид натрия, натрий-2О, оксид калия, оксид магния, оксид алюминия и оксид железа. Вы помните, что железо – это элемент с переменной валентностью, и у него будет сразу два оксида. И вы помните, что здесь валентность один, поэтому натрий-2О, калий-2О, магний-О, кальций-О, алюминий-2О3, феррум-О черного цвета, в отличие от предыдущих оксидов, а феррум-2О3 – оксид красно-бурого цвета. Второй столбик, вторая колонка – это основания или гидроксиды металлов. Первые гидроксиды все белого цвета, но и главная особенность – то, что только три основания растворимы в воде. Это гидроксид натрия, гидроксид калия, гидроксид кальция. И вы помните, что растворимые в воде основания называются щелочами, в то время как гидроксид магния, гидроксид алюминия и гидроксиды железа являются нерастворимыми основаниями. По цвету первые пять являются, они белого цвета, гидроксид железа-2 имеет переменный цвет от бесцветного до серо-зеленого, а в конце концов он станет серо-желтый. И ферруму аж трижды является гидроксидом бурого цвета. Вы спросите у меня, почему же такая интересная гамма цветов? Дело в том, что гидроксид железа-2 является неустойчивым, а вокруг нас атмосфера, да, в атмосфере есть очень сильный окислитель, кислород. Так вот, частично он взаимодействуя с гидроксидом железа-2 окисляет железо-2, железо-3. Запомните это для нашего следующего урока. И четвертая колонка – это соли. Обратите внимание, в данном случае я взял наверняка самые известные для вас соли – хлориды. Почему самые известные? Потому что есть соль, которую мы называем пищевой солью. Хлорид натрия – поваренная или каменная соль. Именно она является самой распространенной солью в природе. Первые соли у нас белые, соли железа-2 серо-зеленого цвета и соли железа-3 желто-коричневого цвета. Итак, обратите внимание, оксиды, основания и соли окрашены в определенные цвета. На следующем уроке у нас с вами будет небольшой эксперимент, где у нас в точно такие же цвета будут окрашены реактивы, с помощью которых мы будем с вами делать опыты. А теперь чуть-чуть подробнее рассмотрим каждую группу соединений. В данном случае оксиды. Посмотрите, пожалуйста, оксид натрия, калия, магния, кальция, алюминия и железа. Вы видите, система точно такая же, как была у нас на предыдущих занятиях. Синий цвет – основной материал, базовый, объединяющий. Вы видите, он объединяет общее. Красный имеет некоторые особенности для каждого того или иного вещества. Итак, первые оксиды вы видите. Первые пять оксидов белые. Оксид железа черного, оксид железа-2. И оксид железа-3 красно-бурого цвета. Первые четыре оксида проявляют основный характер, основные свойства. Оксид алюминия и оксид железа-3 проявляют амфотерные свойства. Я вам напомню, слово амфотерный в переводе означает двуликий, двоякий, двойной. Это значит, что эти оксиды проявляют как кислотные, так и основные свойства. То есть, взаимодействуют как с кислотами, так и с щелочами. И вы видите, основные свойства каждого группы оксидов. С водой, с кислотой, с кислотным оксидом. С водой, кислотой, кислотным оксидом. Видите, здесь уже нет воды. Данный оксид с холодной водой не взаимодействует. Точно так же, как и амфотерные оксиды с водой, даже с горячей, не взаимодействуют. Но в то же время они взаимодействуют со щелочами. Это их отличительное свойство от основных оксидов. Основные реагируют с кислотами, водой и кислотными оксидами. А амфотерные реагируют с кислотами, щелочами и кислотными оксидами. Обращаю ваше внимание, что очень важное значение имеет практическое применение. Для чего нужны эти вещества? Так вот, два оксида практического значения не имеют. В то время как их особые соединения, пероксиды, а вы помните, калий-2О2 – это тоже пероксид, но есть еще и калий-2О4 – супероксид, являются сухими источниками кислорода. Что это значит? То есть они используются в особых условиях, например, под водой или в космосе, и служат источником кислорода. Эти же остальные оксиды имеют важное практическое применение. Посмотрите, пожалуйста, оксид магния – это производство кирпича и цемента. Оксид кальция – знаменитая негашенная известь. Используется в строительстве, в быту и так далее. Оксид алюминия – катализатор, ацербент, абразив, огнеупор. А ювелирные изделия красивых кристаллов из красного или синего цвета являются драгоценными камнями – это рубин и сапфир. Ну а оксиды железа используются в производстве чугуна, стекла, красок. Следующий класс, следующая группа веществ – гидрооксиды или основания. Первые пять оснований являются белого цвета – гидроксид натрия, калия, кальция, магния и алюминия. Причем первые три соединения являются щелочами. Вы помните, что щелочи – это растворимые в воде основания. Остальные являются нерастворимыми в воде. Обращаю ваше внимание, что щелочи взаимодействуют с кислотами, кислотными оксидами и солями. А нерастворимые основания – гидроксид алюминия и гидроксид железа-3 – взаимодействуют не только с кислотами, но и со щелочами. Как и в предыдущем случае, мы обязательно должны рассмотреть практическое применение. Посмотрите, пожалуйста, первые три соединения имеют очень важное значение – это щелочи. Особенно первое соединение – гидроксид натрия или едкий натр. Второе соединение – едкая калий. Третье – гашеная известь. Все три соединения чрезвычайно широко используются в промышленности. Это очистка нефтепродуктов и получение мыла, синтетических моющих средств, бумаги и так далее. Гашеная известь используется в строительстве, в быту. Ну а остальные четыре основания практического применения не имеют. Следующая группа соединений – соли. Вы помните, что соли – самый многочисленный класс неорганических соединений. Мы с вами рассмотрим хлориды данных металлов. Как вы уже знаете, самым знаменитым хлоридом является хлорид натрия или галит. Большинство из них белого цвета. Лишь две соли окрашены. Хлорид железа-2 светло-зеленого цвета, хлорид железа-3 желто-коричневого цвета. Все они растворимы в воде. Все они взаимодействуют с нитратом серебра. При этом образуется белый творожистый осадок, чернеющий на свету. А четыре хлорида – это хлорид магния, хлорид алюминия, хлорид железа-2 и хлорид железа-3 – взаимодействуют с гидроксидом натрия, образуя нерастворимые основания разных цветов – белого, белого, светло-зеленого и бурого. Все соли имеют практическое значение. Вы можете это прочитать. Особенное большое значение имеет хлорид натрия и хлорид калия. Я бы хотел также выделить хлорид алюминия как катализатор и хлорид железа-3 как катализатор, коагулянт, то есть очиститель питьевой воды и протрава при крошении тканей. Ну и последний наш интересный момент – это генетическая связь между всеми классами соединений. Кроме того, я сюда включил, как элемент повторения, это ряд, основанный на неметаллах. Металл, оксид, основание, соль. Неметалл, оксид, кислота, соль. Вы видите, что над каждой стрелочкой есть то вещество или то действие, которое нужно совершить. Над стрелочкой вправо, под стрелочкой влево. И давайте попробуем применить эту схему для нашей цепочки. Кальций, оксид кальция, гидроксид кальция, хлорид кальция. Вы помните, чтобы из металла получить оксид, нужно прибавить кислород. Чтобы из оксида получить основание, нужно прибавить воду. А чтобы из основания соль, надо прибавить кислоту. Применим это правило. Соответственно, чтобы из оксида, из металла кальция получить его оксид, нужно прибавить кислород. Чтобы из оксида получить основание, нужно прибавить воду. А чтобы из основания, то есть из гашеной извести, получить хлорид кальция, нужно прибавить соляную кислоту. Данных цепей превращения очень много. И вот на следующем уроке мы с вами познакомимся с еще одной цепочкой, более сложной, которая будет использоваться в этом году впервые на основном государственном экзамене. Это новое задание. Задание номер 21. И мы об этом обязательно поговорим в следующий раз. Итак, подведем очень краткие итоги. Вы помните, что мы с вами сегодня изучили три группы веществ. Оксиды, гидроксиды и соли. Оксиды – это соединение с кислородом. Гидроксиды всегда содержат гидроксильные группы. А соли – это металлы с различными кислотными остатками. Чрезвычайно распространены в природе. Огромное вам спасибо, дорогие ученики. Я жду с вами новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин